В ДК «Автотек» отпраздновали День работника культуры Магадана. Уже с 2003 года сотрудники муниципальных учреждений культуры отмечают свой профессиональный праздник. В областном центре более 15 таких организаций – библиотеки, музеи, парк, кинотеатр. По словам организаторов, сфера культуры занимает одно из главных мест в городе. И даже когда началась пандемия, организации продолжали работать, хоть и дистанционно. Проводили концерты, мастер-классы и викторины. Есть как самодеятельные коллективы, так и профессиональные коллективы. Мы гордимся своим муниципальным духовым оркестром. Сегодня в централизованной библиотечной системе работает 8 библиотек в городе. И вы знаете, я горжусь нашими коллегами, они очень талантливые, всегда живут будущим, новым днём. И даже в период пандемии мы сохраняем оптимизм и надеемся, что всё-таки когда-то будет уже сняты определённые ограничения. Для того, чтобы поддержать и поощрить работников культуры, в 2010 году учреждена премия мэра за вклад в развитие культуры города Магадана. В торжественной обстановке специалистов наградили за многолетний добросовестный труд, успехи в деятельности и большой вклад в культурное развитие города. В Магадане провели церемонию закрытия городского форума волонтёров. С добровольцами работали три приглашённых спикера с других регионов. В течение нескольких дней для ребят проводили мастер-классы, тренинги и даже круглый стол. Для руководителей добровольческих объединений организовали отдельные занятия. Подобные встречи Управление по делам молодёжи проводит регулярно. Спикеры поблагодарили добровольцев за совместную работу. Я желаю вам не терять друг друга, а вместе продолжать работать. Идеи хорошие, идеи здравые. И продолжайте двигаться в этом направлении. То, что вы делаете, это очень классно и это очень важно для вашего региона. Организаторы планируют и дальше проводить подобные встречи. В Магадане более 20 волонтёрских объединений и около 3000 добровольцев. Особенно важен их труд сейчас. В пандемию отмечают специалисты. Они доставляют лекарства, продукты. Кроме того, занимаются пропагандой здорового образа жизни, а также помогают нуждающимся. В Магадане сотрудники Галуда устанавливают ёлки к Новому году. В посёлках Сокол, Уптар и Снежные зелёные красавицы уже готовы. Сейчас конструкцию оформляют на Магаданской площади, Автотеке, Пионерном и в районе Торгового. В этом году в городе поставят 12 ёлок. Над одной такой конструкцией трудятся 6 человек и 2 единицы техники. Вообще у нас на оформление идёт в районе 5 дней слаником. Она собирается из двух частей. Мы сначала её сформировали в макушку, потом макушку ставили, там сформировали наверх, потому что высоко. И сейчас это уже оставшийся в местах. Подготовкой города к главному зимнему празднику занимаются и другие коммунальные службы города. Комбинат зелёного хозяйства устанавливает горки, а также заготавливает лёд для конкурса «Магаданский хрусталь». Горсвет украшает областной центр к Новому году, световые консоли, светодинамические шары. Кроме того, в начале декабря стартует традиционная акция «Магадан зажигает новогодние огни». В феврале в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по перекрытию каналов поставки наркотических средств оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Магаданской области при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии в областном центре был задержан 28-летний уроженец Магаданской области, причастной к доставке и хранению с целью сбыта крупной партии запрещенных веществ. По данным полиции, изъятый наркотик составляет порядка 3000 среднеразовых доз стоимостью более 7,5 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде, обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Максимальное наказание по инкриминируемой части статьи Уголовного кодекса – пожизненное лишение свободы. Какие лекарства можно использовать для лечения коронавируса у беременных женщин, в женской консультации вам не ответят. Дело в том, что врачи-акушеры наблюдают и ведут именно саму беременность и возможные осложнения в её ходе. Лечением же коронавируса занимаются инфекционисты и терапевты. Эпидемия идёт уже два года и многие женщины столкнулись с тем, что откладывать дальше рождение ребёнка уже нельзя. Но риски существуют. Так можно ли ставить вакцину перед беременностью, а тем более женщинам, уже ждущим ребёнка? В данный момент таких противопоказаний нет. Все беременные и планирующие беременность могут прививаться перед планированием беременности. Желательно это сделать месяца за три, чтобы прошёл процесс выработки иммунитета. Во время беременности, если есть желание привиться, то делается это после 22 недели. В данный момент даже сняты ограничения по кормлению грудью. То есть это не является противопоказанием для вакцинации. Привиться беременные женщины и женщины, планирующие беременность, могут в городских поликлиниках. Но сначала нужно посетить женскую консультацию, где после консультации гинеколога будут рекомендованы конкретные действия. И в случае беременности выдана соответствующая справка о её сроке. С этим документом уже необходимо направляться в пункты вакцинации. Журналист «Вечернего Магадана» Олег Дудник в мае-июне этого года в рамках редакционного задания проходил вакцинацию в бывшей рыбпромовской поликлинике. Тогда он столкнулся с большими очередями и с несогласованным взаимодействием портала Госуслуг и поликлиники. Об этом у нас вышел тогда критический материал. Время идёт, пришла пора и нашему коллеге проходить уже ревакцинацию. Как всё прошло с нашими телезрителями поделился наш журналист. Действительно, на самом деле прогресс налицо. И в этой такой злободневной для многих магаданцев теме вакцинации и ревакцинации я лично убедился, что произошли на самом деле серьёзные такие положительные сдвиги. Во-первых, практически полностью отсутствовали очереди. Работали сразу два кабинета. Во-вторых, сама процедура заняла меньше времени. Видно, что, наверное, вакцинация уже действительно поставленный на поток конвейер. То есть отлажены необходимые действия, шаги, процедуры. Персонал поликлиники уже отрабатывает их на раз-два, как говорится. Журналисты вечернего Магадана не советуют того, что не проверили лично. В данном случае наш вам совет. Вакцинируйтесь. Защитите своё здоровье и жизнь. Магадан продолжает готовиться к конкурсу «Дюран-2021». Это состязание между представительницами коренных малочисленных народов Севера. Впервые в областном центре провели его в 2002 году. «Дюран» в переводе с чукотского и ивенского означает «хранительница очага». К участию в конкурсе допускаются представительницы коренных малочисленных народов Севера в возрасте от 18 до 30 лет, обладающие знаниями родного языка. Девушкам предстоит показать себя в нескольких этапах – визитная карточка, художественное слово, раскрытие. Отборочный этап конкурса стартовал 1 марта. Заявку на участие можно подать до 1 октября по адресу Выступления участников и награждения победителей состоятся 25 ноября 2021 года в МЦК. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...